Держать визуальный контакт с мячом и подбирать момент для беспроигрышной атаки. Это мастерски умеют делать участники турнира по волейболу памяти Юрия Медуницына. В Архангельске соревнования прошли в юбилейный 20-й раз и собрали больше 200 участников. Всего 16 команд. За происходящим на поле наблюдал мой коллега Александр Богданович. Этот волейбольный турнир уже давно и прочно занял свое место в календаре спортивных событий. Главный трофей для команд – переходящий кубок имени Юрия Медуницына. По традиции на открытие – парад спортсменов и поздравления участников. Старт соревнованиям дал глава Архангельска Дмитрий Морев. Приезжают сильные, действительно сильные команды сюда, в наш город, поучаствовать именно в этом турнире. Я, конечно же, желаю им всем удачи, проявить самые свои лучшие спортивные качества, порадовать всех болельщиков настоящим зрелищным волейболом. Этот турнир – юбилейный 20-й, и он уже давно вышел за рамки городского. В этом году более 200 участников. Это 16 команд из Архангельска, Северодвинска, Мирного, Котласа, Мурманска, Московской области и Республики Коми. Это традиционно самый важный турнир года. Мы к нему целенаправленно, можно сказать, весь год постепенно готовимся и стараемся показать свою лучшую игру и, возможно, снова забраться на то заветное первое место, когда мы уже были. Юрий Медуницын, памяти которого посвящен турнир, 20 лет назад стал одним из инициаторов проведения волейбольного турнира в Архангельске. Вот эта команда друзей, близких коллег Юры, вот они снова нашли в себе крепость того духа, чтобы организовать этот турнир, чтобы положить в него вот то, чем он отличается, чем он живет и что он оставляет в душе, наверное, и каждого участника, и каждого, кто приходит его смотреть. По итогам трехдневного волейбольного марафона, после множества напряженных матчей, определились победители и призеры. Среди женщин третье место заняла команда «Газпромтрансгаз» из Ухты, на втором «Котловская Искра», на первом команда «Некст» из Коми, среди мужчин на третьем месте «Сыктывкарцы», на втором «Ахангелогерутцы», а на первом игроки из Московской области, из города Дубна. Александр Богданович, Светлана Михеевская, Регион 29.